Дом Хаймена сгорел в Новый год. Звезда американского ютуба ушел из жизни в возрасте 27 лет, а тиктокер из Кыргызстана получил мировую известность и заколлабил с самим мистером Бистом. Привет, с вами ютубер! 2023 только начался, а нам уже есть что обсудить. Блогер-миллионник Хаймен, известный своими экспериментами и челленджами, лишился дома прямо в канун Нового года. Ранним утром 31 декабря уральские СМИ стали писать о том, что в одном из отдаленных районов Екатеринбурга горит трехэтажный коттедж. Площадь пожара достигла трех сотен квадратных метров. Чтобы потушить дом понадобилось 7 единиц техники и 35 пожарных. Причина возгорания до сих пор неизвестна. Я не знаю, как и что говорить про это, но сратый Новый год. В 5 утра соцсети Андрея взорвались от комментариев. Подписчики писали, что дом блогера горит, но Хаймен спал. Пока ему не позвонил друг и лично не рассказал о пожаре. Приехав на место, блогер обнаружил, что коттедж уже потушен, но оптимизма это не добавило. Когда я приехал в дом, то сперва мне бросилась в глаза сгоревшая крыша и три пожарных машины. Я верю в лучшее и поэтому считал, что сгоревшая крыша не такая уж беда. Но дальше я узнал про сущий кошмар. Дом оказался залит водой. Пол, потолки и стены покрыты грязью и гарью. Коммуникации повреждены, а дорогостоящее оборудование безнадежно испорчено. Дело в том, что сгоревший коттедж был рабочей площадкой для блогера и его команды. Именно там снималось большинство роликов, проходил монтаж и хранилась вся техника. Проблем добавила и погода. Из-за мороза промокшие вещи буквально за несколько часов покрылись внушительным слоем льда. На этих кадрах я смотрю на собственный дом и меня переполняет эмоции от происходящего. Блогер в слезах сообщил подписчикам, что его жизнь рушится на глазах, ведь в коттедж были вложены все заработанные еще до отключения монетизации накопления. Так что теперь восстановить его будет непростой задачей. Андрей просит подписчиков помочь собрать деньги хотя бы на ремонт, а это порядка трех миллионов рублей. Мамикс уже проникся трагедией друга и помог ему не только словами поддержки, но и деньгами. Слишком понятно, что это не прикол, это не шутка, это не пранк, это не хайп, ничего. Я Андрею максимально написал сообщения с поддержкой и понимая его ситуацию, понимая, что вообще сейчас происходит с ютубом, со своей монетизацией и прочего, я немного помог ему денежкой. Подписчики тоже как могут поддерживают Хаймена, кто словом, а кто переводами хотя бы небольших сумм денег. Будем надеяться, что у Андрея получится как можно скорее восстановить дом и вернуться к работе. Конец 2022-го запомнился и другим печальным для благосферы событием. Накануне праздников умер звезда американского ютуба Кинан Кэхилл. На заре развития видеохостинга этот парень взрывал тренды своими видео. Эй, ребята, это Кинан Кэхилл. Кинан Кэхилл родился в США в 1995 году. Мальчику был всего год, когда ему поставили диагноз мукополисахаридоз шестого типа. Это редкая наследственная болезнь, при которой многие ткани и органы увеличиваются, воспаляются или покрываются рубцами, в конечном счете истощаясь. Случай Кинана заболевание привело к тому, что блогер стал внешне похож на людей с карликовостью. Это, однако, не помешало парню стать популярным ютубером. В 2010-м Кинан получил известность благодаря вирусным роликам, где он подпевал популярным песням. Первой звездой, чью композицию исполнил блогер, стала Кэти Перри. Спустя год парень уже выступал с ней на одной сцене. Другие знаменитости тоже оценили видео Кинана и толпами повалили на его канал. В первые годы блогер успел заколабить с 50 Cent, Джастином Бибером, Арианой Гранде, Коди Симпсоном, Марун Файв, Майком Тайсоном, актерами сериала Glee и другими западными звездами. В 2013-м году Кэхилл выпустил собственный сингл, а позже стал диджеем и продюсером. Также блогер был приглашенным гостем в шоу «Топ модель по-американски». За время своей карьеры Кинан выпустил два мини-альбома и более десятка синглов на iTunes. Однако болезнь не переставала о себе напоминать. Еще в возрасте двух лет Кэхиллу сделали пересадку костного мозга и ряд операций, чтобы замедлить прогрессирование заболевания. Это помогло, но блогеру требовалось постоянное лечение. Пациенты с его диагнозом часто сталкиваются еще и с различными формами заболеваний сердца. 15 декабря Кинану как раз предстояла операция на открытом сердце. Менеджер ютубера рассказал, что после нее начались осложнения. Кинана подключили к аппарату жизнеобеспечения, но это не помогло. 29 декабря блогера отключили от системы и он скончался. Кэхиллу было всего 27 лет. Но были накануне 2023 и хорошие новости. Тиктокер из Кыргызстана Сигма Мэн заколлабил с Мистером Бистом, самым популярным ютубером в мире. На минуточку. Блогер по имени Арген стал звездой тиктока благодаря роликам с Сигма Фейс, популярным в приложении мемом, копирующим мимику Патрика Бейтманом из американского психопата. Свой тикток аккаунт парень начинал развивать, публикуя различные скетчи. Уже тогда он смог набрать 4 миллиона подписчиков. Но как только Арген решил переключиться на Сигма Фейс, число его фолловеров всего за несколько недель выросло в три раза, до 12 миллионов. Самое популярное видео на канале при этом набрало 125,5 миллионов просмотров. Буквально за пару дней 2-3 миллиона подписчиков добавилось. Ну, за 5 дней где-то. Ну, ощущения классные. Среди подписчиков блогера оказались даже самый популярный тиктокер планеты Хаби Лэйм, ну и само собой Мистер Бист, который не упустил возможности записать с Аргеном коллаб. Хитрый ход конем. Сейчас парень находится на пике популярности и делится с подписчиками своим секретом успеха. Три видео в день снимать надо. И когда какой-то залетит, вот, это продолжать снимать. Вот, например, я каждый день по три видео снимал, у меня вот Сигма залетела, вот, все, теперь я Сигму продолжаю, до тех пор, пока она не закончится. Берите на заметку и создавайте свои тренды. А на сегодня это были все новости. Не пожалейте для нас с первого в новом году лайка. Будем рады такому подарку. С вами был проект Ютубер. Увидимся в следующих видео. Всем пока!